Тысячи кубанских волонтёров пришли на помощь жителям, которые пострадали от подтопления. Когда на Кубани произошла чрезвычайная ситуация, добровольцы со всего края не смогли остаться в стороне. И славянские волонтёры помогают другим, не просягнчиво взамен. Разыгравшаяся стихия в виде сильных дождей поставила в трудную жизненную ситуацию немало жителей нашего муниципалитета. Особенно нелегко приходится пожилым людям. Им нужно навести порядок в доме и во дворе после того, как оттуда ушла вода. Они нуждаются в помощи, также им необходимы продукты питания. Славянцы уверены, что их не оставят один на один с проблемами. Помощь оказывается в нескольких направлениях. У нас созданы волонтёрские отряды. Спасибо нашим учебным заведениям. Студенты, ребята помогают по сильной помощи. Вынести мебель, что-то расчистить. Для одиноких матерей, стариков. Для них будет сложно сделать. Также доставляются продуктовые наборы. Продуктовые наборы доставляются многодетным, тем, кто оказался в трудной ситуации. Бесплатные продуктовые наборы за счёт благотворителей помогут в это непростое время. Эта поддержка как нельзя более кстати. Волонтёры ответственно и с радостью доставляют продукты пенсионерам. Большое спасибо за помощь, что не забываете о нас. Всем вам здоровья, счастья, всего доброго вам. Большое спасибо. Как обстановка сейчас? Сейчас обстановка нормальная, нормализовалась. Вода уже ушла. И там, и там нет воды. И через денёк-два зачищу по силе возможности. И будет всё нормально. Добровольцы не только работают на доставке продуктовых наборов. Они по просьбе жителей помогают им минимизировать последствия подтопления. К примеру, вынести те или иные вещи для их просушки. Словом, они делают всё, что в их силах, чтобы люди смогли быстрее вернуться к прежнему образу жизни. Неоценима, конечно, и моральная поддержка. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.